Всем привет! Я только что триумфально вышла с тренировки. Уже третий раз я сегодня пытаюсь записать влог. И у меня то умирает камера, то заканчивается на ней место, то еще, в общем, то понос-то золотуха. Хотела просто с вами такой маленький влог устроить, поболтать, так как я обещала снимать побольше. Я немножко после этого поеду обедать. Знаете, какая прелесть! Сегодня просто замечательный солнечный день. Обещает быть до 23, но вечером очень холодно, потому что влажность повышенная, поэтому если холодно, то холодно. Где-то 11 градусов по Цельсию. Я, вы знаете, в последнее время, у меня новое увлечение, это бухгалтерия и налоги. Кто бы меня спросил лет 10 назад, я бы, наверное, просто нервно бы рассмеялась и вышла из комнаты. Но, вы знаете, видимо, появилось что терять, и я осознала, что я заплатила налогов за эти годы больше, чем многие люди заработали за всю свою рабочую жизнь. И я как-то думаю, вообще-то как-то это ненормально. Что-то в этом не так. И я с упоением. Последние три дня я даже выпала из контента, что очень опасно. Но кое-что я вам заготовила. Надеюсь, вы уже посмотрели новые видео. Есть новое видео и на канале Миллиора, и на канале о нашем оглавном. И я также создала инстаграм-канал для парфюмерных специально дел, meliora.parfums. Там каждый день что-нибудь да выходит вкусненькое для поддержки, поддержания боевого настроя, вдохновения и ревью на парфюме. Так что, если вы это любите, вам прямо вот туда, прямо идите и прямо подписывайтесь. Тем не менее, я столько активностей тут начала, и за последние три дня у нас в Штатах, не знаю, что-то из вас не в курсе, есть ежегодный этот период, когда все начинают сходить с ума и заполнять налоги. Это где-то сентябрь по апрель. И, к сожалению, я хотела бы заняться раньше, но это невозможно. Настолько сезонная индустрия, что если бы вы даже хотели более заранее что-то подсчитать, вам нужно либо покупать достаточно дорогостоящий софт, или сервисы планеров налоговых. Так называемых, по-моему, Tax Planner, CPA, Financial Advisor. Я вот пока еще не решила, нужен мне Financial Advisor, какой-то Wealth Management. Я решила, что как я найму хорошего специалиста, если сама в этом ничего не понимаю. Поэтому я хочу разобраться хотя бы до какого-то уровня. И если это будет слишком муторно делать с помощью софтверных приблуд, тогда уже, наверное, можно и в какое-то агентство обратиться. Так что да, это просто вся моя жизнь сейчас. Бухгалтерия и налогообложение. Так интересно, столько всего. Да, жизнь, да? Раньше какие были переживания? Влюбиться, не влюбиться, помадка бы, платьишко. Найти себя там. Ну, найти себя это вечная проблема. Не знаю, как построить карьеру, там еще что-то. Сейчас думаю, боже мой, откуда столько денег утекает? Да, да. Также буду сегодня готовиться к следующему стриму. Всего будет их три, этот будет третий. Так что те, кто просили анонсировать, потому что эти живые воркшопы, они приватные, и не совсем понятно снаружи, что происходит изнутри. Докладываю. Всего будет три стрима. Это третий, последний на данный текущий момент запланирован. Это будет в субботу в 11 утра по Нью-Йорку. Информация о том, как подписаться внизу. Если вы еще не успели, у вас еще есть шанс. Их можно покупать уже офлайн, но тогда у вас нет возможности рассказать про свой кейс, задать какой-то вопрос, посоветоваться со мной с группой. Группа людей, которая там собирается, это люди, у которых уже есть какие-то профессиональные достижения, которые уже в теке или интересуются теком, но и в общем из не обязательно самих технологий и искусственного интеллекта, но из области точных наук, медицины, финансов и тому подобное. Поэтому очень много полезной поддержки, истории и знакомства можно найти для себя. Так, чтобы вкратце описать, потому что, по-моему, я об этом нигде не говорила в целом. Всего три воркшопа, каждый из них примерно 4-5 часов. Там очень много информации, поэтому те, кто покупает доступ, часто пересматривают по много раз. Потому что, как вы можете представить, за 4-5 часов не у всех хватает когнитивной энергии, просто-напросто времени, чтобы раз за раз все это осилить. Но доступ, он будет до тех пор, пока есть мой канал, поэтому можно смотреть не спеша и пересматривать. Первый воркшоп длился 4 часа, и там я рассказала все. То есть там такой, знаете, ликбез по всем темам. Что такое тек-индустрия? Чем она отличается от других индустрий? Как там происходит развитие? Как они разрабатывают продукты? Как они нанимают людей? От чего зависят решения, которые принимаются главами и исполняющими действия, директорами этих индустрий, с которыми я тоже лично работала? Я в основном работала в большом теке, поэтому про малый тек я больше могу рассказать о финансировании стартапов и прочих таких приблуд. Но у меня много знакомых и коллег, которые вышли из небольших и малых компаний, поэтому тоже, в общем, мы это все покрыли. Я также покрыла основы языковых моделей, что они могут, что они не могут. Мы поговорили в подробностях о той драме, которая происходит в Кремниевой долине, в Силиконовой долине, как она так называемая. На момент записи стрима ситуация разворачивалась просто, можно сказать, трагически, но заметьте, с того момента все мои предсказания сбылись. Что я предсказывала, Сэм Альтман пытается сделать, и что, собственно, будет происходить, пока что точка в точку. Не промахнулась я со своей профессиональной интуицией. Рассказывала, как происходит оценка эффективности, как опять нанимаются, повышаются, как увольняются сотрудники. Мы поговорили о истинных причинах и то, что происходит сейчас за стенками, когда там кровавая резиня бензопилой, как уволили 500 тысяч белых воротничков в США, и про, собственно, предсказание будущего. Второй стрим, который у нас недавно прошёл, он уже почти на 5 часов получился, но я очень подробно в деталях с тактиками, с байками, с жиром о том, что со мной происходило, рассказала, как я строила свою карьеру. Вот буквально от студенчества, со всеми переездами, переходами, со всеми неудавшимися моими попытками построить карьеру, и как это продвигалось, с какой скоростью, как я это делала, что работало, что не работало. Ну и, как я уже сказала, жир, потому что сейчас в искусственном интеллекте происходит просто какое-то безумие на человеческом уровне. Об этом я тоже рассказала, и рассказала, какие, как глава лабы по искусственному интеллекту в топ-компании, каким решением я пришла, что я делаю, и, собственно, как я сама справляюсь с этой ситуацией. Третий стрим, который будет в эту субботу, в 11 часов утра по Нью-Йорку, это будет разбор ваших кейсов. Так что, если это самый интерактивный стрим будет, поэтому прям готовьте вопросы. Это как раз самый-самый шанс отработать потраченные деньги. Мы поговорим про возможности обучения, что стоит, что того не стоит, вообще общие какие-то принципы, и не только выбора. Буткампы ли это? Курсы второе, высшее? В каких областях сейчас будет развитие, и наём в каких будет схлопывание? В принципе, вопросы схлопывания и роста в тех-индустрии я так или иначе освещаю с разных углов во всех трёх стримах, потому что это, в общем-то, что волнует всех больше всего. Но мы поговорим именно с точки зрения ваших проблем, что вас интересует, что вас беспокоит, чего вы боитесь, в чём ваши затыки, в чём ваши проблемы. Разберём сложные ситуации на работе, и попытаемся найти какой-то выход. Так что присоединяйтесь, обязательно подписывайтесь, и постарайтесь успеть именно в субботу, чтобы иметь возможность поговорить вживую. А после этого вы можете просто подписаться и посмотреть их записи. Да, такие планы. После этого я беру перерыв, потому что мне сфокусироваться надо на других своих проектах. В частности, например, такой маленький тизер. Я разрабатываю... По крайней мере, играюсь. Я всё воспринимаю как игру. Свою одежду для aerial workout. Она, в принципе, для любой атлетики, но мои, конечно, личные эгоистичные претензии именно к тому, что многое workout одежда не подходит... Ну, не очень удобно для того, чтобы заниматься aerial. И я вот, смотрите, первый заказала себе сэмпл своего дизайна. Я ещё его буду подкручивать. У меня ещё несколько. Я прямо так вдохновилась. Сейчас я делаю тест-wear. Я в нём занимаюсь. Я в нём хожу и в качалку, и занимаюсь с нём на шелках. Я уже его несколько раз постирала. Ну, в общем, смотрю, как это всё работает, потому что я никогда не занималась производством одежды, ещё каких-то текстильных предметов. Если у кого-то есть по этому поводу опыт или советы, пожалуйста, напишите мне. Давайте свяжемся, поболтаем на эту тему. Для меня это всё вновьё, поэтому я пока тестирую. Но вообще купить уже можно. Я пытаюсь сделать всё sustainable, поэтому компания, которая, собственно, печатает это дизайн моих принтов, которая всё это впечатывает ткани, потом производит, сшивает и отправляет, она делает на заказ один предмет. Это дороже, но это с точки зрения sustainability, с точки зрения экологии и бережного отношения к ресурсам, к нашим природным. Тем более, что вся врукаве гиро, в общем-то, плюс-минус пластик, так или иначе, да, все эти искусственные соединения, то не хотелось бы ни с точки зрения окружающей нашей природы и вообще логистики, всё это, создавать что-то, что я ещё не знаю, готова ли я в это больше вкладываться или нет. Но вы можете заказать себе точно такой же костюм. Если хотите, я ссылочку оставлю внизу. Я также... Там есть ссылки на другие вещи, которые... на которыми я работаю. Но это так, это просто тизер. Если кому интересно, можете порыться, посмотреть, можно что-то вам понравится. Я ещё заказала... Сделала много новых дизайнов, заказала сэмплы, вот жду. И это один из проектов, над которыми я сейчас работаю. Хочу уделить им немножко времени, пока она у меня есть. Вообще, да, жизнь наполняется событиями как-то очень быстро. И тем не менее, тяжело, тяжело даже осознать, что, ребятки, уже середина февраля почти. Уже год входит в своё логическое... Ну, не в зенит, конечно, но он уже полным шагом идёт вперёд. 24-й год. А у меня всё ещё ощущение, что я не отошла от ковида. И у меня всё ещё ощущение, что только был Новый год. Просто потрясающе, конечно, как быстро бежит время. Но об этом я не буду. Это будет как старая бабка звучать. Да, просто хотела сегодня забежать вместе с вами, поздороваться. Я вся в сирене. Я накупила себе сиреневых ароматах вот столько. Тестирую тоже, об этом расскажу. В следующей инсталляции о сиреневых ароматах я уже сделала одну, одно ревью на новинки сиреневых ароматах на канале Миллиора. Обязательно посмотрите. Там я разобрала всё, что мне насоветовали и даже кое-что купила. И вот ко мне ещё едет несколько флакошек. Пока тестирую ещё самую-самую крутую, вдохновляющую на атлетику сирень. Да. Но пока Бракар остаётся в топчике. По крайней мере топ-3. Ну ладно, всё, побежала. Надо что-то поесть, а то очень хочется кушать. Жду ваших сообщений, как у вас проходит начало года, чем вы себя занимаете, взялись ли вы за себя, как обещали себе в новогоднюю ночь. Рассказывайте, жду-жду-жду. Целую. До встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok